По-моему, здесь что-то ещё можно было, да? Нет. Ничего нет, есть... Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами будем играть в игру, хоррор-игру The Radio Station. Это такая же игра в стиле Night Delivery, в стиле Hatch, в стиле... Каких-каких там ещё хорроров мы с вами посмотрели за этот месяц? Прекрасный месяц хорроров продолжается, несмотря на то, что уже даже месяц прошёл. Эти игры всё ещё мне вкатывают каждый раз сюрпризы, необыкновенные, самые незабываемые. Ээээ, можете посмотреть тот прошлый, сумасшедший видос про Night Delivery. Масаки умер. Вот здесь вот видос, посмотрите, там пипец скример. Масаки умер, да? И что? А, однажды проснувшись рано утром, я получил это сообщение. Этого не может быть. Ни за что. Но... Но я ведь только виделся с ним на днях. Человек, счастливый, рассказывающий о том, что его работа на радио идёт полным ходом, умер? Я поверить в это не мог. Его тело было найдено на радиостанции после обычной трансляции. Причина его смерти до конца... неясна. До конца неясна. Что это вообще значит? Полиция отказалась проводить расследование. На раннем этапе, классифицировав дело как самоубийство. Самоубийство. Полная чушь! В тот день... В тот день на трансляции что-то должно было произойти. Я решил самостоятельно выяснить, что случилось с моим братом. О, мы идём на радиостанцию. А мы где? Уже находимся прямо внутри радиостанции, да? Нет, погодите, это мой дом. О, у нас тут даже есть подсказочки. Фонарь. Есть! Очень хороший фонарик. Хорошо светит. Ключ от машины. И это что такое? Письмо от хозяина радиостанции. Ключ от радиостанции лежит в почтовом ящике моего дома. Можете его взять, если он вам понадобится. Хашимото. Окей, ладно, давайте идём. Я вроде бы всё взял. Оу. Ну что ж, спускаемся. А где, погодите, фонарик? Почему не работает? Фонарик. Фонарик? А, вот. Стоп. Стоп. Есть. Во, прекрасно. Кажется, нам сюда. О, какое неприятное дерево. Странная тень. Как это так? Каким образом мы видим корни? Что это за дерево? Оно что, летает? Оно и правда летает. Очень странное дерево. А, это получается, например, такая гора. Нам нужно... Куда? Вот сюда. Пойдёмте сюда. Это наша машина. Понятно, это просто какой-то мотель. Сесть в машину. Ну, поехали. Как бы... Как бы... Как нам сесть? Ах да, ну, конечно же, надо использовать ключ от машины. Вот, мы сели. О, что за звуки? Блин, как-то громко. Мне страшно немножко. Мы ещё можем ехать? Я реально могу ехать. Ну, поехали тогда. Воу-хо-хоу. Смотрите, как руль кручил с какой скоростью. Блям-блям-блям-блям. Нам в другую сторону. Извиняюсь. Я люблю экстремальную езду, понимаете, да? Всё, нормуль. А, стоп, мы в Японии. Это праворульная... А, да, праворульная машина. Получается, левостороннее движение. Всё. Первое время всегда у меня такой, знаете, сбой в голове, когда я оказываюсь в стороне, где левостороннее движение. Так, хорошо. Всё прекрасно, прекрасно. Едем себе. Какие дороги извилистые. Ё-моё. О-о-о. Аккуратней, аккуратней. Не надо было бы мне пить, прежде чем ехать искать брата. Так. О-о-о-оп. Это радиостанция? Она прям рядом со мной. Окей, выйти из машины. О, карта, погодите, я даже не смотрел на карту. А там много всяких мест. Мы типа можем ходить. Так, берём фонарик. А чё он не светит? Я не знаю. Слушайте, ну мы, кажется... Погодите. Чиф. Это... Это полицейский участок? Смотрите, монетка. Ага, сохраняем. Давайте попробуем применить эту монетку здесь. Нет, мы не можем её здесь применить. Ладно, где-то в другом месте, значит, понадобится. Как нам войти? Нужен ключ от радиостанции. Это... Погодите, это радиостанция. Но мне нужно в другое место. О, покинуть область не сейчас. Вот же ещё есть место. Человек! Человек! Сэр-человек. Мистер-человек! Нет. Нет, начинается, блин. Начинается прям сразу. Ох! Ох, нифига себе! Что это? Это листья, растения. Он же типа здесь стоит, я же вижу. Окей, это прикольный приём. Он такой, знаете, непосредственный. Вот просто он здесь есть. И всё. Даже музыки нет никакой. В этом мониторе есть что-то странное. Давайте сломаем. Что это? Кассета. Мы можем её куда-то вставить. Ладно, потом. Блин. Дайте, дайте фонарь. По-моему, здесь что ещё можно было, да? Нет. Ничего нет. Есть я... Аааа! Блин! Ладно, мы открываем дверь. Ты здесь? Его нет. Но тебе кажется, эта игра будет самыми простейшими приёмами просто доводить меня до седины задницы моей. Окей, что мы? Мы не нашли ещё, получается, ключ от радиостанции. Нам нужно поехать в другую область. Погодите. Нет, нужен ключ от радиостанции. Я не могу никак сюда зайти. А могу ли я что-нибудь увидеть? Ну, знаете, очевидно уже. Очевидно должно быть для моего героя, что тут что-то неладное творится. Покинуть? Да, покинуть. Мы сейчас можем дальше ехать. Использую нашу карту. Мне нравится этот открытый мир. Куда я поехал? Куда? Просто назад поехал. Ладно. Мы были вот здесь. Это наш дом. Разве? Да, это был наш дом. А, аккуратней, аккуратней. Что? Какой-то звук был. Смотрите, ещё один дом. Слышали? А я не могу выйти сейчас. Этот дом просто так здесь стоит. Может быть, вот этот дом? Это как будто человек... Они специально это поставили так, чтобы он светился, и как будто это человек такой весь. Весь из себя человечный. Куда мы едем? Куда-то мы едем. Вот в тот дом нам нужно, который выделен жёлтым кругляшочком. Окей, поехали. Я думаю, никого нету. Будем ехать по любой полосе. Никого здесь нет на этой дороге, кроме меня. Все спят. Стоп! Так. Тут ещё есть дом раз, ещё есть дом два, но нам точно нужно вот в этот. Разворачивайся. Вот так. А, это был не волк скулящий. Это просто мои колёса скрипели. Окей. Тогда всё в порядке. Я один здесь. Никого нет. Даже не знаю, что лучше. Если бы тут кто-то всё-таки был, или то, что я один. Когда я один, мне тоже как-то стремновато. Давайте выйти из машины. Мы правильно приехали вообще? Нет, 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 нет. Ладно. Мне кажется, мы правильно... Оу. Здесь нужен какой-то тоже ключ. Чтобы нам в эту помойку зайти. А! Рычеёк. Журчит. Как приятно. Какой странный, блин, фонарь. Слушай, нам, по-моему, не сюда. Давайте покинем эту местность. Местность? Мы тебя покидаем. Прощай, местность. Так, куда ты? Куда тут? А. Опять мы назад скатываемся. Нам надо ехать. Куда ты ускоряешь? Это такой странный машин. Вот, едем. А! Погодите, не в ту сторону мы едем. Надо развернуться. Во! Неуправляемая машина просто. Едем, едем. Едем, едем, едем. Всё, спокойно. Вон тот дом. Мы просто не доехали. Надо смотреть на карту всё время. Чтобы просто так не выходить. И... Стоп, мы здесь. Да. Заворачивай. Выйти из машины. Поставь только её на ручник, я тебя умоляю. Встал. Отлично. Хорошо. Окей. Как здесь войти к людям добрым? И забрать ключ. Смотрите. Это... Что это? Сохранялка. Мы взяли. Ой, блин. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Мы взяли ключ от радиостанции. Мы выполнили свою миссию здесь. Уходим, уходим, уходим. Покинуть. А-а-а-а. Да чтоб тебя. Итак. Дальше мы не можем поехать. Заднюю давай. Так, это нам... Стоп, это нам куда нужно? Нам нужно вниз. Вот сюда. Точно. Ох. Вот я лихач. Посмотрите на меня. В этой игре, я так понимаю, тоже будет несколько концовок. Я думаю, мы сейчас пойдём по делу сразу в радиостанцию. Никто меня пока не просил куда-то ещё ехать. С другой стороны, почему бы нам не прокатиться сразу? Вот, смотрите, мы можем завернуть сейчас направо в горы. И там будет какой-то прикольный особняк, да, большой. Это, возможно, даже склад какой-то. Вот. Это и правда какой-то склад. Ну ладно, давайте посмотрим на него. Мы можем войти внутрь. Это чей... Это, блин, заброшенный дом какой-то. Он жесть какой заброшенный. Тут, походу, будет жить маньяк-убийца, да? Он жил, точнее, здесь. Он не будет здесь жить. Или, может быть, он будет здесь жить. Здесь любой маньяк-убийца захочет поселиться. Мне это не нравится. Нет. А! Я думал, это будет бесконечно. Какое странное место. А это что такое? Мы можем это открыть, но не можем. Может быть, нам надо все двери открыть? Давайте попробуем. Ох, мне нравится сразу загадка здесь. Такая интересная. Оп-оп-оп, все двери. Настежь. Чтобы сквознячок был. А то здесь просто затхло все. Все, прекрасно. Я не знаю, для чего я это сделал. Чтобы, наверное, совершить чудо и... Нет, тут, наверное, какая-то должна быть комбинация дверей. Возможно. Давайте просто свалим отсюда. Сейчас нам здесь нечего... Машина. Рулит. Смотрите, колесиками. Стой, стой, блюдаш. Покинуть быстрее за ним. Погоню. Может быть, это я маньяк. Наверное, это я маньяк. Давайте, погоним. Погоню. Скорей. Мы его уже не увидим, правильно? Окей, тогда давайте вот сюда. Здесь завал. Она в другую сторону. Погодите, я проехал. Вот же спуск вниз. Вот сюда надо было. Смотрите, как интересно светится этот дом. Мы здесь? Да, мы тут. Все правильно. Выйти из машины. Черт, это моя машина. Все окей, все не страшно. Окей. Таксофон. Ну, конечно, мы можем использовать 10 иенов. Таксофон положить. Ты никогда не смотришь вверх, так ведь? Что? Кассета! Мы здесь должны коллекционировать кассеты! Но это не такая кассета. Нет, это такая же абсолютно кассета. Окей, мы с вами нашли секрет. Не зря сюда приехали. Потом, когда у нас будет видик в доступе, мы посмотрим сразу все кассеты. Здесь у нас что? Автоматы, автоматы. Стоп! Стоп! Какой-то из них можно... Мы можем... Я нажал... Видите? Смотрите, как интересно. Два... Три... Четыре... Нужно четыре цифры какие-то. Неправильно. Помним, что здесь есть какой-то код. Наверняка. Опа! Еще фонарик. Ультрафиолетовый фонарик! Один, два... Нет, стоп. Один, три, два, четыре. Может быть, вот так вот? Один, три, два, четыре. Давайте попробуем. Один, три, два, четыре. Эх! Два, один, четыре, три. Два, один, четыре... Три. Понимаете? Стоп! Справа налево у них же, да? Два, четыре, один, три. Два, четыре, один, три. Эх! Ну, погодите, это странно. Один, два, три, четыре, по сути, код. Но точно ли это код? Я же вижу, что это вроде бы как еще одни кассеты. Точняк, это еще одни кассеты. Первая должна быть проиграна вот эта, вторая вот эта, третья, четвертая. По-моему, здесь об этом речь идет. Но мы немножечко еще пошарим здесь. Не, вроде бы здесь уже ничего не нарисовано ультрафиолетом. Тут вроде бы все остальное тоже можно нажать. Но нельзя в то же время. Ладно, я перепробовал комбинации, которые только смог, но ничего, к сожалению. Стоп, не сейчас покинуть. Опять он просит у меня зачем-то. Таксофон. Мне ничего сюда вставить-то уже. А! Ладно, все окей. Ладно, давайте просто поедем на радиостанцию. А вот и радиостанция! Заруливай! Отлично, мы приехали. Давайте посмотрим еще раз в этот дом. Тут ничего и никого. Отлично. Погодите, смотрите, что здесь у нас есть электрощиток. Но велосипедный замок, тут его нужно будет спилить чем-то. Понятно. Сначала нужно зайти внутрь радиостанции. Там что-то лампочка мерцает. Она всегда там мерцала? И кого знает. Входим. Чувствую призраки здесь. И прочая нечисть обитает. Аккуратно. Кассеты! Кассеты на магнитофон. Давайте использовать. Кассету номер один. Это ужас из Масаки. Мне неприятно. Мне неприятно, ребят. Всем привет, это ваш ведущий Масаки. В этой передаче Масаки читает... Итак. Спасибо за субтитры приказы. Приступим к чтению. Он читает всякие ужасы, стремные. Это письмо нам прислала Токо. У моей одноклассницы есть шестое чувство. Эта история будет о ней во время обучения в начальной школе. Эта сила была с ней уже с рождения. До того, как она пошла в школу, это проявлялось не так экстремально. Она не видела призраков четко, лишь туманные фигуры. А еще чувствовала, как некоторые... Стопьте, ребят. Но как только она начала ходить в школу, стала видеть их все отчетливее. Все начиналось с того момента, как она поняла, что никто кроме нее не видит человека. Всегда стоявшего на одном и том же месте. Она говорила, что с тех пор она начала испытывать ужас от возможности видеть подобное. Вот я боюсь сейчас. Влюбленная парочка пила чай в кафе, но у парня не было ног. В парке играла миленькая девочка, но при этом была прозрачной. К счастью, она их не слышала. И, возможно, из этого они не причиняли никого... Вроде бы это произошло в пятом классе. Когда один призрак начал ее преследовать. Казалось, будто призрак постоянно что-то говорит, но она не могла его слышать, что ее очень раздражало. Однажды произошел один инцидент. В тот день она заигралась с друзьями, не заметив, как вокруг стемнело. Потому она спешила вернуться домой, в одиночестве. Из-за того, что уже было очень темно, ее пугал даже малейший шум. И тогда она вдруг услышала... Добрый вечер. Обернувшись, она увидела мужчину средних лет. Дана, я могу подвезти тебя до дома. Испугавшись, она отказалась от предложения и попыталась уйти. Но мужчина тут же схватил ее за руку и произнес. Сказал же, я тебя подвезу. Она была настолько напугана, что не смогла проронить ни слова, как вдруг этот мужчина чего-то испугался и убежал прочь. Она взглянула туда же, куда и он, а то был всего лишь обычный призрак. Призрак присматривал за ребенком. Один из семи. Ой, как страшно. Голос моего брата? Он сказал, что еще есть шесть таких кассет. Мы нашли две, а там четыре. А, значит, это еще есть одна. Которую мы даже не видели. Я должен найти их все. Одна из семи. Окей. Слушайте, это жутко, блин. Ладно. Давайте следующую кассету. Это ужас из Масаки. Спасибо, что снова с нами. Время страшных историй. Что ж, начнем как обычно с письма. У нас тут письмо от Коко. Опять? А? Тот же человек, что написал прошлое письмо. Последняя история была весьма интересной, так что я с нетерпением жду и этой. Вроде бы это произошло, когда моя двоюродная сестра училась в средней школе. Тогда она была очень подавлена, так как ее семья заболела. В то время сестра и по сей день считает худшим в своей жизни тот день. Она ничем не могла помочь своей семье, из-за чего была фрустрирована, встревожена и эмоционально нестабильна. Не могла ходить в школу, не хотела ничего делать. И проводила дни, просто глядя на небо, вздыхая. Но все же у нее была одна надежда. Это ее лучшая подруга. С ней она поладила еще в начальной школе, и они были очень близки. Подруга беспокоилась о моей сестре, потому ежедневно приходила к ней домой. Выслушивала ее и сопереживала ее раздражительность и тревоги. Так же она рассказывала о забавных случаях в школе и смешила мою сестру, тем самым проливая свет на дни, наполненные тьмой. Иногда даже и оставалась на ночь. Однажды моя сестра с нетерпением ждала приезда подруги. Взглянув на часы, она поняла, что прошло уже 30 минут, а ее все нет. Быть может, задержалась в клубе или слишком занята, чтобы прийти сегодня. Думала она про себя. Тиканье часов становилось все громче и громче. Показалось, будто вдалеке она услышала сирену скорой помощи. Затем зазвонил телефон. Подруга попала в аварию. Ее лучшая подруга исчезла навсегда. Сестра стала во всем винить себя и больше не видела смысла жить. И решила пойти на самоубийство. Когда она уже собралась сброситься вниз с моста, то услышала звуч, зовущий ее голос. Несмотря на это, она все равно попыталась спрыгнуть. Но голос позвал ее снова. На этот раз перед ней появилось лицо девушки. Это лицо ее лучшей подруги. У меня сестра была так удивлена и поражена. У меня мурашки, ребята, что не выдержала и заплакала. Она решила жить дальше. Это произошло лишь однажды. Больше она не видела ее. Тем не менее, ее подруга всегда была и навсегда останется для нее особенной. Ба-ба-бабы. 2 из 7. Честно, эти истории с призраками, они, знаете, такие вот просто, их можно просто читать без интонации, без выражения. Но при этом, как только ты начинаешь пропускать это через себя... О, нифигам, открыли дверь на расстоянии. То все, начинаются мурашки по коже. Мне некомфортно, мне сейчас не по себе. Это место слишком пустое. Что это? Какого черта? Что это такое? Что я могу взять здесь? Что я взял? Это талон для торгового автомата. О, как хорошо. Торговый автомат, который здесь, на улице? Ладно, давайте сначала посмотрим все. О, дверь закрылась. Стой полный. Никого нет на улице. Моя машина на месте, все хорошо. Принтер. Всякое барахло. Мы здесь ничего не можем использовать. Зайдем сюда. Тут компьютер. Который также нельзя юзать. Но он работает, кстати говоря. Кассета. Здорово. Попробуем заюзать и вот эту кассету. Послушаем сразу. Кто звук издает? Это ужас из Маса Саки. Слышите? Да, мы снова вернулись. Какая история нас ждет на этот раз? Давайте читать письмо. Опять та девушка. Оно от Токо. Снова она. Ее история очень трогательная. Так что я с нетерпением жду и этой. Какой призрак появится на этот раз? Мне только один, получается, слушатель. Вроде бы это произошло, когда моя подруга училась в старшей школе. Ее семья была госпитализирована, потому она ежедневно посещала больницу. Эта больница также была и поликлиникой с множеством врачей и медсестер, которые постоянно менялись. Видимо, в тот период и происходила смена персонала на новый. Подруга чувствовала, как много изменений произошло в людях. Она перестала узнавать медсестер и видела лишь новые лица. Как обычно, она пошла в больницу, чтобы навестить семью, и в коридоре ей встретилась новая медсестра. Поскольку медсестра вышла со стороны палаты с ее семьей, она вскользь спросила у родных, «Снова новая медсестра?» О, нет. На что ей удивительно ответили. «А ком ты?» «Это мое недопонимание?» «Быть может, эта медсестра вышла из соседней или другой палаты?» «Но я точно помню, что шла она оттуда, где была моя семья. Меня мучило все больше вопросов, но я старалась не думать об этом. После этого с нами заговорила женщина средних лет, лежащая на соседней кровати. «Так это больницы!» «Так как это больницы, кое-что случается». Немного улыбнувшись, она раздала по конфетте мне и моей семье. Я чуть немного не понял предыдущую фразу. Между тем, дама была весьма любезна и очаровательна. Через несколько дней я снова приехала к родным и осталась там надолго, не заметив, как пролетело время для посещения. После того, как я отлучилась в ванну, я направилась в палату перед уходом попрощаться с семьей. Тут я заметила, как дверь палаты отворилась, и оттуда вышла та самая медсестра, которую я встречал раньше. Почему-то сразу же, решив спрятаться, я увидел, как она выходит вместе с той дамой из соседней кровати. Дама шла рука об руку с медсестрой. Я забежала в палату и спросила у родных о даме. Тогда они сказали, что дама вышла из палаты одна, и я моментально погналась за ними. Я увидел их в коридоре. «Мэм, мэм!» — крикнула я позади. Но они, будто и не услышав, ничего не ответили. Они остановились перед лифтом, и я побежала ближе. Конечно, медсестра даже и не оглянулась, продолжая идти далее. Наконец, мне удалось их догнать, когда они уже зашли в лифт, и я схватила даму за руку. «Мэм, с вами все в порядке?» «Когда я произнесла эти слова, медсестра окинула меня взглядом и исчезла». «Что?» «В лифте оставались лишь я и дама, которая так и не могла что-то вспомнить». «Что?» «Была нажата кнопкой «Б2». Как я узнал позже, эта кнопка вела в морг. Куда же медсестра собиралась привезти даму?» «Три из семи». «Что за голос у брата такой стрёмный?» «Я так понимаю, нам нужно ехать туда, к игровому автомату». «Выходим». «Ну чё, давайте попробуем заюзать, какой из этих автоматов нам нужен». «Игровой автомат». «Торговый автомат». «Стоп, берём». «Использовать талон». «Использовать талон». «Стоп». «На какой конкретно?» «О, мама мне». «Ой, мамочка». «Ну давайте, хорошо, вот сюда». «Да». «Я взял какую-то шоколадку». «Еда из торгового автомата». «А может, надо было куда-то в другое?» «Ей». «Может быть, нам надо ехать ещё куда-нибудь?» «Я решил ещё раз приехать в этот заброшенный дом». «Мне кажется, здесь мы тоже что-то упустили». «Во-первых, там была целая куча дверей». «А мы с вами не использовали вот этот фонарик здесь». «И не использовали фантик». «Я сказал фантик, потому что шоколадку я хочу съесть сам». «Так, смотрим». «О!» «Вот оно, вот оно, вот оно!» «Сейчас мы точно с вами подберём нужную комбинацию». «Значит, эта дверь». «Куда, куда?» «Потом вот эта дверь». «Страшно». «Ощень страшно». «Чё-то сейчас будет». «Блин». «Открылась!» «Мать!» «Ой, блин!» «Кто ты там?» «Кто стоит?» «Просто стоит в призраках, храняет меня. Всё нормально». «Я просто боюсь, потому что это неизвестная штука для меня. Страшная диктофон». «О, прикольно». «Я... Почему я в темноте?» «Почему я...» «Сволочь, сволочь, не смей». «Что происходит со стенами?» «Я должен выйти отсюда!» «Пожалуйста!» «А, давайте посмотрим на вот такой фонарик». «Будет ли что-то здесь?» «Нет». «Поэтому включаем обычный». «Нахрен отсюда!» «Вот сюда!» «Господи!» «Господи!» «Теперь мне любопытно съездить к той помойке ещё разок». «Мы подъезжаем». «Опа!» 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 «Это та машина!» «Ты следил за мной, ублюдок!» «Выходи!» «Выходи с машины!» «Срочно ты, ублюдок!» «Я уже вышел!» «Быстро вышел!» «О, кассета!» «Спасибо!» «Что случилось?» «Он просто так пытался от меня удрать...» «Что подох!» «Нам нужно ещё будет найти ключ!» «Сначала, видимо, мне нужно будет прослушать кассету». «По этой машине больше же ничего нету?» «Нет». «Ладно, покинуть». «Возвращаемся обратно на радиостанцию». «Что?» «Что происходит?» «Что?» «Что?» «Что со звуком?» «А-а-а!» «Что было?» «Что было?» «Что-то явно было!» «Блин, что-то же было только что!» «Я вот на секунду просто увидел!» «Оно было, оно...» «Машина левитировала?» «Оно подняло машину в воздух?» «Я хочу уехать отсюда!» «Какого хрена?» «Надо уже сразу быстрее выставлять свой дом на продажу и сваливать отсюда!» «Итс окей!» «Ладно, пойдёмте слушать новую запись!» «Опять эта лампа мерцает!» «Будь всё проклято!» «Окей, кассета!» «Окей, кассета!» «Окей, кассета!» «Окей, кассета!» «Окей, кассета!» «Это ужасы от Масаки!» «Всем привет!» «Как обычно, читаем ваши истории!» «И у нас здесь снова письмо от Токо!» «И мы уже начинаем привыкать к ней!» «Какая история будет на этот раз?» Это история о девушке, которую недавно повстречала Яна в подработке. Жизнь ее была наполнена ужасными днями с тех пор, как брат ее госпитализировали. Ежедневно она навещала его и хорошо за ним ухаживала. Все связано с больницами что-то, и братьями... Извините. Это ведь та же самая девушка, что и обычно, да? Ах, да, это Токо. Прошу прощения. Стиль написания отличается от предыдущих писем, потому я подумал, что это кто-то другой. Вернемся к истории. Когда, как обычно, я была в больнице, лечивший моего брата до... Что? То? Прошу прощения. Заглавные буквы стоят в странных местах. Продолжим. Лечивший... Отвел он меня в другую палату, а после... У нас осталось не так много... Сволочь! Пошла я в палату брата, а он улыбался, как всегда. После этого старалась я как можно чаще приходить к нему, когда появлялось у меня свободное время. Извините, титры стрёмные. Так и месяц прошел, а с доктором я не общалась уже около трех. В тот день было как-то холоднее, чем обычно. По дороге к брату мне позвонил какой-то маленький мальчик. Мама? Я не твоя мама. Как только произнесла я эти слова, заметила, что мальчик чуть ли не расплакался, потому приняла решение успокоить его, поискать его мать. Скорее мы нашли ее, и они встретились. Вскоре, точнее. Когда я уже собиралась уходить, мама этого... Мой дом прямо за углом, пожалуйста, зайдите. Мама мальчика меня угостила чашкой чая и кусочком торта. С облегчением вздохнув, впервые за долгое время я смогла расслабиться. Столь приятное время пролетело в мгновение ока. Время не позднее... Не позднее? Спросили у меня. Тут же взглянула на часы я и поняла, что у меня остался всего лишь час до окончания времени посещения брата. И я не заметила, что осталась здесь так надолго. Мне понадобится полчаса, чтобы добраться до больницы. Моментально выбежала я из дома. Но поняла, что даже и попрощаться не успела должным образом. Тогда я обернулась, а дому... Это уже не было. Но я не могла позволить себе об этом думать. Когда я спешила в больницу, зазвонил мой телефон. Тихого звука в кармане я не услышала. Приблизившись к больнице, я перед дверью увидел маленького мальчика, похожего на брата. Это показалось странным, так что я подошла к нему. Почему-то казалось, будто мальчик спросит сейчас, где ты была, пока я страдал от боли. В спешке я забежала в больницу, но уже было поздно. Я назвала имя брата и заплакала громко. Почему? В тот момент почувствовал я, как что-то проникает. Здесь снова заглавные буквы. Простите, мне страшно, ребят. Кая написана заглавными буквами. Прошу прощения. Продолжим. Проникает внутрь меня. С тех пор мой брат всегда был рядом и наблюдал за мной. Всегда. Четыре... Что, 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 что? Что случилось? Что это был за звук, мать моя? Меня дико бесит, что титры здесь очень быстро иногда убираются. Но мне как-то дико некомфортно сейчас почему-то играть в эту игру. Я не знаю, что-то на меня нашло, ребят. Что-то на меня нашло. Мне страшно. Мне, блин, страшно. Я не хочу играть в эту игру больше. Я хочу домой. Я уже дома. Я записываю эту игру дома. Значит, мне некуда идти. Я здесь все посмотрел, кстати говоря. Видите, тут все коробки упали. Это когда я звук этот услышал странный. Что у нас есть? У нас есть фантик. Диктофон. Я не понимаю, что я должен сделать. Окей, давайте выйдем на улицу. Ага, я кое-что... Опа, не заметил. Смотрите, оказывается, здесь есть крысы мерзкие, которые кровавыми... Нифига себе, столько крови. Я не заметил, что эту дверь тоже можно открыть, оказывается. Просто офигеть, сколько крови. Так, крысы выглядят голодными. Аааа, точняк. Вот что им нужно. Крысы выглядят сытыми теперь. Уходите, крысы. Все, здесь еще одна кассета. Вроде бы... Вроде бы все. Что по-это? Дыра? Что за дыра? Через дыру мы можем... До чего-то дотянуться. Погодите, я не могу. Я знаю, до чего можем дотянуться. Вот до сюда, да? Открыть с этой стороны. Нет, не могу. Что это за звук? Что, блин, за звук? Что это? Что за звук? Что, блин, за звук? Что это значит? Кто-то ходит по крыше. Как мне сбросить это? Или мне же глюки? Короче, я еду снова на радиостанцию послушать кассету, которую я только что нашел. Да что... Как мне некомфортно от этой игры! Окей. Ладно, давайте послушаем эту кассету. Лампа уже не мерцает. А, это, наверное, как раз таки она и взорвалась, да? Ладно. Кассетный магнитофон, давай. Ставь кассету. Опять? Опять что-то происходит? Где? Слышите? А? А? Какая же ты мразота! А здесь кто? Кто ты? Че надо? Снова от нашей дорогой Токо. Так кто еще? Это она стучится, я не понимаю. На этот раз только не написала, чья это история. Хорошо, я начинаю. Родителей у меня с самого начала не было. Какого фига? Вот что я думаю. Я должна защищать своего брата. На этом все. Был у меня лишь младший брат. Исчезла! Не было ни друзей, ни родственников вокруг. Кейза, главное. Кю. Подобное уже встречалось в предыдущем письме. Не то, чтобы я не могу это читать, но... Я же не хочу, чтобы история останавливалась, так что я постараюсь ее прочитать, не отвлекаясь на это, насколько это в моих силах. Продолжим. Нет. Все они ушли. Как только я это заметила, остались лишь я и мой брат. Это непростительно. Все было. Я... Слышите, часы. Л за главной буквой. Гнев мой извергался на... С... На все вокруг. Я надеялась на всеобщее не... Не... Ох. Несчастье. Как я уже говорил, довольно тяжело читать, когда здесь столько заглавных букв. Прошу прощения. Видимо, для них это какой-то особый, да? Просто не знаю, японский? Я продолжу. Весь всегда... Да, боже мой. Вежливо. Писала все, что я видела. Подобные письма всегда находят отклик в сердце читателя. Мне нравилось наблюдать за лицами людей, когда они это читали. Будто праздник принося в наш мир. Брат мой всегда рядом со мной. Со встревоженным взглядом. Я держу его за руку. Я сделаю то, что не могла раньше, когда брат уснет. Забудь все горе и грусть и пойдем со мной. Часто вокруг меня люди умирают. Интересно, моя ли это вина? Увидишь, как... И к тебе я тоже приду. Увидишь, и к тебе я тоже приду. Здесь что-то написано внизу. Ты прочитал мое письмо? Ммм. Все написано за главными буквами. Письмо? Ты об этом? Или что ты имеешь в виду? Письмо. Ладно, я поищу его. А если найду, то прочту в следующий раз. Пятое из седми. То есть еще осталось два. Я не знал. Видимо, на японском языке, когда читаешь, там заглавные буквы, возможно, дают какое-то новое значение самой букве. Поскольку я застрял, решил поехать еще раз к автомату, чтобы подобрать код. Возможно, все проще, чем мне кажется. Итак, мы смотрим. Вот они цифры. 1, 2, 4, 3. Мы пробовали практически все комбинации. Наверное, даже все комбинации. 4, 1, 3, 2. Полная чушь. Стоп, а может быть, это порядок, с которым нужно нажимать? 1, 2, 3, 4. Это не то, чтобы пароль. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Это же как цифры, может быть. Смотрите, это же как клавиши, по сути. Это вот это 1, да, возможно? 1. А значит, нам нужно нажать 4. Поскольку вот здесь единица стоит 4. Потом мы нажимаем сюда на двойку. Потом мы нажимаем на тройку, то бишь семерка. И тогда 4, это 6. Да! А-а-а! Вот оно как было. И мы нашли шестую кассету. Ну здорово, Евгений догадался. Чувствую себя таким умным. Пошли быстрее. Мне кажется, с седьмой кассетой эта женщина нас убьет в итоге. Сейчас что-то произойдет по пути, мне кажется. Что-то стрёмное произойдет. Чего я бы не хотел. Кабана сбили, блин. Точнее, кабан врезался в нас сам. Кабан сбил нас. Сбил себя об нас. Окей, пойдемте слушать кассету. Я же говорил, что что-то произойдет. Ладно, успокаиваемся. Все будет хорошо, тормози. Ой, я не знаю, ребят, страшно ли вам настолько же, насколько мне. Потому что это... Когда ты играешь, это совсем другой... Другой, не знаю... Настрой. Давайте. Кушаем. Что-то придет. Он явится, тварь. Пожалуйста. Это ужасы! Масаки! Спасибо, что снова с нами. На связи ваш ведущий Масаки Аникаба. Думаю, те, кто слушал последний эфир, поймут. Мы на... Шли письмо! Ладно, это просто закрылось. Я не заметил его сразу, потому что оно было зажато между документами. Итак, сегодня я собираюсь прочитать его. Что же за история нас ожидает? И на этот раз она от Токо. Токо-сан! Токо-сан! Кажется, здесь есть даже что-то вроде названия. Начнем читать названия. Ты че? Ты че? Это название? Шесть из семи. Что? Кассета резко оборвалась. Что было дальше? Он собирался прочесть это письмо. Оно лежит между какими-то документами. Я должен найти его. О боже мой. В архив идем, походу. Может быть, вот тут вот? Вижу! Че, мы готовы читать? Закрой дверь. Я не знаю. Мне очень страшно. Надо закрыть шторы. Ладно. Прочитать. Прочти это вслух и узнаешь, почему твой брат мертв. В смысле? В смысле, в смысле, в смысле, в смысле? В слух? Письмо. Прочитать. Тьма Танако. Сгорает младший брат. Печален вздох сестры. Танако падает в бессилие. Уходит в одиночестве и не... Но отыскать... Не отыскать во власти бесконечной тьмы насилия. Я вижу монстра. Глубина. Дыры в душе мешает. Остатки сбросила урода сторона. Не оставляет красок и надежды. Лишь кости странника, что гнался долго за тобой. Кто изменяется? Быть может, я? Преображается? Быть может, кто-нибудь другой? Но даже если монстр ты поставишь около себя, то отражением зеркала ты встретишь только тьму. Я падаю и падаю, но все никак не упаду. А впереди сплошная пустота. Тока. О, боже мой, сейчас что-то произойдет. Что происходит? Что, блин, происходит? Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Так вся комната видна хорошо. Все в крови, мама. О! Мы прочитали заклинание. Сдается, мне нужно вот сюда, к этой штучке подойти. К этой мамон... Нет, тут нельзя. Стой, забей. Зачем я прочитал? Зачем я прочитал это вслух? Что я должен сделать? Записать? А, нет, не записать, мне где-то вон. Меня зовут Хакуо. Ни в коем случае не читайте тьму. Если сделать это, умрете. У меня осталось не так мало времени. Много времени, точнее. Что происходит? Где я? Что происходит? Какого дьявола? Где я? Мы можем взять фонарик. Здрасте. Что-то явно происходит. А? А-а-а! В ледушке! Три. Ребята, а вы слышали о тьме Танака? Хм. Без понятия. Что это? Тьма Танака. Это случайно не про... Если прочитаете это, то вы обречены? Что значит обречены? А кто-то поет про тьму Танака. Слышал, не стоит читать это вслух. Но никто не знает, каким было оригинальное стихотворение, потому что тьма Танака изменена многими людьми, да? Так это стихотворение? Не-е-е-е-ет! Что мне делать? Меня обманом заставили прочитать это вслух, з-х. Тьма Танака. Сгорает младший брат. Печален вздох сестры. Танака падает в бессилие. Уходит в одиночестве и ни одной искры. Не отыскать во власти бесконечной тьмы и насилия. Я вижу монстр. Глубина. Дыры в душе мешает сдвинуть с места. Остатки сбросила урода сторона. Не оставляет красок и надежды. Лишь кося странника, что гнас из-за тобой. Кто изменяется, быть может, я, приображается... Я падаю и падаю, и все, никак не упаду. А впереди сплошная пустота. Ну, мы читали с вами это. Это не смешно. А что, если кто-то это прочитает? Упокойся с миром, лол. А вы знали, что нашли запись, которая говорится, чтобы никто не читал чему Танака? Впервые слышу о тьме Танака. Крыша едет. Я собираюсь прочитать это. Остановись серьезно. Просто дай им сделать то, что они хотят. Они все равно прочитают. А кто сделал ту запись? Что с ним случилось? Как я слышал, человек прочитал чему Танака и сразу сделал запись, потому что считал это, что это опасно. Не стоит читать это. Если прочитать это, обречены. Одно и то же. Дайте больше конкретики о том, что произойдет. Разве это не круто? Респект. Тот, кто прочитает «Вслух тьму Танака» умрет. Боже мой, это так интригует. Что за письма? Что за, точнее, эти комментарии в интернете внезапные? На ком сайте? На каком ресурсе эти комментарии? Мне надо посмотреть, не фейки ли это пишут. А мы все с вами записи прослушали. Так. Спортер Аппериенс. Мы с вами не все посмотрели, это точно. Поскольку мы не смогли еще открыть ту помойку, которая левая. И мы не смогли открыть генератор. Вот этот забор к генератору ведущей. И это очень сильно интригует меня. Какого дьявола? Я хочу открыть его. То есть это какой-то секрет, до которого я не смог добраться. К сожалению. Но игра меня потревожила, честно вам скажу. Она не имела таких скримеров. Не имела, знаете... Нет, были скримеры, конечно же. Она не имела музыки как таковой. Но все, что происходило там, атмосфера была отвратительная в хорошем смысле. Мне не хотелось находиться в этой локации. Мне не хотелось... Мне хотелось быстрее оттуда уехать, но я знал, что я не могу. И мне это сильно напрягало. А как вы знаете, создать хорошую атмосферу, это и есть настоящий успех. Не обязательно сделать так, чтобы ты кричал, пугался. Важно создать это чувство внутри. Отвратительное, неприятное, дискомфортное. Это успех, я считаю, для хоррора. Мне понравилась. Офигительная игра, я считаю. Эти ребята, Chilis Art, которые делают все эти игры. Radio Station, Night Delivery. И еще была про кофейню, где мы, девушка, играли в кофейне. Вот эти все игры очень клевые. Я надеюсь, у этих ребят есть еще какие-нибудь классные игры, которые можно поиграть. Пишите об этом в комментарии. Советуйте мне игры от них или подобные хорроры, которых мы сможем с вами, знаете, так на один видос погрузиться в атмосферу, пострематься и пообсуждать что-то. Что вы думаете по поводу вот этих вот историй про призиков? Лично меня они почему-то всегда очень сильно цепляют внутри. Они как будто, знаете, пускают по вене холодок. И ты не понимаешь, вроде бы просто слова, просто какие-то истории в призраков, ты не веришь. Но жутко, просто до безумия, прям очень сильно становится неприятно находиться. Даже здесь ты знаешь, что вроде все в порядке, но блин. И напишите, ребята, если у вас такие же ощущения. Как я и говорил, друзья, в этой игре есть еще другие концовки, которые я хочу с вами посмотреть. Но я сделал это в моей группе в ВК, залью эксклюзивные видосики. Заходите туда, ссылка будет в описании. И увидите другие концовки этой игры. Да, я хочу, чтобы больше вас вступило в группу в ВК, потому что вы там тоже есть, если вы не знали. Все будет в описании под видео. Также не забывайте лайкать этот видос, если вам понравилось. И не забывайте про колокольчик при подписке на канал, чтобы вы не пропускали ни одного нового видео. С вами был Юджин, друзья. И по традиции всем мощнющая, жирнющая петюля. Если вы готовы, а я вижу, что вы готовы, только не разбейте монитор. Раз, два, три и пять!